В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте. И сегодня у нас тема, которая сейчас у всех на слуху – это выборы в Америке. И наш гость – политолог, американист Илья Синенко. Илья, добрый день. Здравствуйте. Прошли выборы в Америке. И победу на них одержал демократ Джо Байден. Так? Именно так. Он с совсем небольшим отрывом опередил республиканца Дональда Трампа. Ну, то есть предыдущего президента или еще пока ныне действующего. Я не знаю, как здесь правильно сказать. Давайте начнем сначала. Как проходили эти выборы? Как вообще они происходят в Америке? Потому что у нас система немножко другая. Давайте, во-первых, начнем с того, что Джо Байден победил, но не совсем. Начнем с этого, да. И это как раз-таки одновременно ответ на вопрос о том, почему немножко другая система. Дело в том, что формально еще даже не подведены, не то, что не подведены итоги выборов, а выборы еще не состоялись. Потому что выборы в Америке двухступенчатые. Выборы в Америке непрямые, в этом их главное отличие и от России, и от многих других государств. То есть у нас и во многих европейских странах люди пришли в день выборов, поставили галочку за конкретного кандидата, опустили бюллетень и все. Да, там, через день-два, ну, там, максимум неделю, да, где-то там зарубежные голоса посчитали из там заграничных дипломатических представительств и все, объявили победителя и все. Дальше как бы мы живем там с избранным президентом пару месяцев, потом он вступает в должность. Ну, да, инаугурация. Да, инаугурация и все так, как и положено. В Соединенных Штатах несколько иначе. Мы даже не берем о том, что там длительная предвыборная процедура, да, там больше года. То есть там еще для того, чтобы, грубо говоря, в итоговый бюллетень попасть, нужно год очень усердно работать. Да, и не только партийный съезд тебя выдвигает, но и избиратели. Но проблема еще и в том, что люди, когда приходят вот в этот самый, да, там, первый вторник ноября голосовать, да, они голосуют. Они, конечно, голосуют за кандидатов в президенты, но, строго говоря, в бюллетене они ставят галочку напротив потенциальных выборщиков. Они выбирают не кандидатов в президенты, а выборщика. А вот выборщик уже в свою очередь, ну, несколько человек выборщиков, да, в зависимости от штата разное количество. Там, в Калифорнии 55 человек, там, во Флориде 28, где-то по три выборщика, да, там, как на Аляске, например. Ну, чем? Пропорция зависит от населения в штатах. И, соответственно, люди выбирают выборщиков, и выборщики потом, в свою очередь, обязаны избрать того, да, за кого они агитируют. Ну, они представляют одну из партий. Но проблема в том, что выборщики собираются примерно через месяц после вот голосования. То есть где-то в начале декабря только соберутся выборщики, и вот они уже голосуют реально за президента. Ну, то есть, по сути, к Новому году, то есть мы уже поймем реальное имя. Нет, ну, в начале декабря, в первых числах декабря, да. Но в Америке там же вообще, в принципе, какая-то по-другому все происходит. Там как-то каждый штат голосует по-своему, там, своя выборная. Да, именно так. Ну, если очень коротко, потому что если читать полноценную лекцию, это очень займет много времени, да, ни один эфир этому нужно посвятить, и то все равно кто-то не поймет. Кстати сказать, Гэллоп, это крупнейшая американская исследовательская, значит, служба, проводила опрос года два назад, и они получили цифру, что, по-моему, 87 или 88% американцев до конца не понимают эту систему. Поэтому ничего страшного, мы, россияне, тем более не должны понимать, но я сейчас попытаюсь коротко объяснить. Смысл в том, что, действительно, у них нет единой центральной избирательной комиссии, вот как у нас, да, вот у нас есть Алла Памфилова, которая, да, там, подвела итоги за ночь, да, или, там, за две ночи, и вот все рассказала, и все замечательно. У них просто вы приедете в Вашингтон, да, вы не найдете здание центральной избирательной комиссии, нету ее. В каждом штате свой избирком, то есть, а единого нет, и в каждом штате, как бы, проходят свои выборы, отдельные. То есть, грубо говоря, выборы президента США, это, по сути, 50 отдельных выборов, ну, по количеству штатов, да, плюс еще, конечно, так же у них и в зарубежных посольствах, да, там, проходят. Ну, 50 выборов. Смысл в том, главное, что там действует принцип, победитель получает все. Каждому штату раз в 10 лет проводится перепись населения, определяется пропорция, сколько, какому штату дать голосов. И вот я уже говорил, да, там, у одних штатов 50 плюс, ну, в Калифорнии, у одних там, ну, самый минимум это три. Меньше трех быть не может, даже если очень там малое количество людей живет. И вот, соответственно, дальше вопрос в том, как в каждом штате проходит борьба. Неважно, человек может выиграть с перевесом в один процент или с перевесом, там, не знаю, в 30 процентов. Все равно, главное, чтобы он выиграл. И уже тогда ему переходят все голоса, не изместят отрыва. Поэтому его задача просто побеждать в наибольшем количестве штатов. И тогда уже что-то станет понятно. Да, и тогда что-то станет понятно. Но там постоянно между собой бьются демократы и республиканцы. Ну, то есть мы помним, Обама был демократ, Трамп республиканец, Байден демократ. Ну, то есть там только две правящие политические партии, как их правильно назвать? Ну, нет, там двухпартийная система, если вот так, по учебнику, грубо говоря. Но это не означает, что только эти две партии есть. Партий там много. Можно зарегистрировать партию спокойно, любую другую. То есть там есть партии, их можно регистрировать. Можно даже идти независимым кандидатом в общение от партии. Это возможно. Бывали такие случаи. Бывало, даже люди довольно много набирали. Ну, правда, был такой пример, был такой Росперо, техасский миллиардер. Вот он в 90-е годы на свои личные деньги практически вел избирательную кампанию. Он там набирал в районе 20% от числа людей. Правда, выборщиков ему не доставалось вот из-за вот такой системы, что он не выигрывал Штаты, поэтому как бы, но тем не менее набирал много. Но вообще регистрироваться можно, участвовать можно. Другое дело просто, что система таким образом построена из-за того, что вот 50 разных компаний избирательных, да, у вас просто нету возможности, если вы третья партия, зарегистрироваться в достаточном количестве, чтобы получить вот эту реальную возможность избраться. Кроме того, люди уже с течением времени, когда система устоялась, они понимают, что даже если вдруг появится какой-то харизматичный третий кандидат, то есть они за него голосуют, либо если им два других вот прям ну совершенно не нравятся, либо они просто опасаются, что ну чего я буду за него голосовать, голос все равно пропадет, все равно эти двое в гонке. Поэтому вот третьи кандидаты не набирают достаточного количества голосов, и мы даже вот не можем сейчас вспомнить, условно говоря, третьих кандидатов там с последних там пяти-шести выборов, даже профессиональные американисты там не вспомнят. Да, и партии меняются от раза к разу. Ну, кстати, предвыборные тагонки, они же очень больших денег стоят. Я что-то как-то читала, там какие-то миллионы, миллиарды. Миллиарды, миллиарды. Речь идет о миллиардах уже долларов, да, безусловно. И Трамп тоже, по-моему, все это когда в 2016 году он... Да, ну избирался в 2016. Да, избирался в 2016, он, по-моему, тоже там все это было организовано на его личные средства. Ну, не все там, это все слишком много, даже Трамп не потянет все-таки. Все-таки он там не Безос, да, и там не Билл Гейтс, поэтому... Вот. Но, безусловно, это очень большие деньги, и, в принципе, каждую избирательную кампанию рекорд последние там лет 20 бьется. Мы говорим о том, что американская экономика может быть не столь сильна, как там она была лет 20-30 назад, но на избирательных кампаниях, я должен сказать, не отражается. И хоть на президентских, хоть на выборах там в Конгресс, постоянно вот эта планка рекорда растет, но там проблема в том, что там система донатов, как мы бы сказали, да, то есть там очень развитый вопрос именно пожертвований. Да, безусловно, у обеих партий есть жертвователи, ну, авторитетные и, скажем так, достаточно много зарабатывающие, кто может себе это позволить. Да, но там есть, во-первых, вполне конкретное ограничение законодательное по максимальному, да, порогу, чтобы, ну, это не превращалось в партию, которая, по большому счету, лоббирует интересы там одного, ну, или даже нескольких толстосумов, да. То есть все равно вопрос идет именно в том, что и многие люди реально жертвуют какие-то, может быть, небольшие деньги, да, но тем не менее, да. Да, и вот действительно вопрос в том, сколько вы можете, грубо говоря, задонатить за эту компанию, поскольку компания длится год с лишним, даже в том числе и смотрят на то, надо ведь, наверное, сказать нашим уважаемым слушателям и зрителям, что когда компания начинается там в начале года, да, внутри самих партий изначально там десятки кандидатов зачастую, они отваливаются по ходу предварительных выборов, да, праймерис так называемых, вот. И, в принципе, вот этот прогресс, его смотрят не только на том, сколько кто набирает в каких штатах, но еще и смотрят на том, кто сколько поднимает в предвыборный свой вот этот вот фонд. То есть это тоже показатель того, что люди готовы тебя поддержать не только на словах и не только галочкой. Это серьезный вопрос. Ну и финансово. Ну и финансово, да, потому что, безусловно, у американцев, конечно, средняя зарплата повыше нашей будет, но все равно для них тоже деньги есть деньги, они им не просто достаются, поэтому это важно. Но там это целая культура, действительно. Ну там и цены другие, кстати, если говорить о зарплате. И цены другие, это правда, да. Если уж мы перешли к кандидатам, так плавно подоспели, давайте, наверное, прежде чем начнем говорить про Байдена, скажем про Трампа. Когда он избирался в 2016 году, но его уже все знали. Ну, это был известный бизнесмен, не знаю, какие у него там... Не побоюсь этого слова, шоумен. Шоумен, да, ведущий он в первую очередь был известным американского ток-шоу, наверное, так правильно сказать. Его все... Ну, скорее, это было деловое, наверное, шоу. То есть у нас, в принципе, его тоже пытались адаптировать, но у нас как-то, вот я помню, там Аркадий Новиков, ресторатор, потом, по-моему, кто там, Потанин, кажется, по-моему, на второй сезон пытался. Но у нас вот как-то вот нового Трампа в этом плане не случилось. А может быть, могли бы претендовать на президентский пост сейчас. Может быть, да. Ну, да, а там вот это стрельнуло, да. Хотя, кстати, должен сказать, что Трампа сменил Арнольд Шварценеггер в этой роли ведущего вот этого шоу «Ученик», да. Ну, надо сказать, да, смысл этого шоу в том, что менеджеры делают различные бизнес-задания и пытаются таким образом получить, там, кресло ассистента, условно говоря, там, менеджеры ассистента, вот. Но вот Шварценеггер сменив Трампа, тем не менее, как-то вот рейтинги просели. А Трамп удерживал больше, там, 10 сезонов в топе, да, на одном из ведущих каналов страны. В общем, надо понимать, даже с точки зрения медийного рынка, я думаю, вы меня поддержите, что, в общем-то, 10 сезонов держать рейтинг – это очень серьезная история с одним и тем же человеком, причем с одними и теми же привычками и даже с одной и той же прической, вот. Да, тем не менее, человеку удалось, да, то есть это тоже, в общем, показывает незаурядные способности, не только, знаете, такой толстосу-миллиардер, но все-таки, видимо, он чем-то интересен. Так вот чем? Вот что произошло-то в Америке с приходом Трампа? Ой, феномен Трампа, он настолько неизучен, многогранен и непонятен, что, вот, собственно, все 4 года президентских над этим бились, плюс еще год бонусный предвыборный, да, когда стало понятно. Его же считали аутсайдером в первый раз даже, республиканский. А потом, когда увидели, что он действительно стал набирать, и прям сильно больше, вот началось вот это сумасшествие, да. А в чем его феномен? Ну, феномен в том, что человек банкротился несколько раз и поднимался. В том, что человек, да, он, скажем так, родился с серебряной ложкой во рту, да, он же родился в семье весьма обеспеченной. Но, тем не менее, как-то вот другие его братья и сестры, что называется, особо такой вот славы не снискали, да. Он мало того, что преуспел в бизнесе, он еще и, в общем-то, активно работал по международной линии, да, в той же России он и в Советском Союзе сколько раз был. Опять же, он на телевидении работал, он в фильмах пытался сниматься, да, пускай в эпизодах, да, и пускай все равно все запомнили Макалая Калкина, да, но, тем не менее, было, было. И больше того, и наши зрители могли, пускай не увидеть самого лица, так сказать, но увидеть его в титрах последнего фильма нашего великого режиссера Гайдая, «На Дерибасовская хорошая погода» или «На Брайтон-Бичу дожди», потому что в его казино снималась там часть нью-йоркская, да, то есть человек как-то вот все равно пытался себя проявлять в разных каких-то ипостасях. Видимо, ему это интересно, потому что, ну, человек очевидно занятой, но раз он на это находил время, ну, значит, у него есть вот эта потребность. Ну, и, в общем-то, он проявлял интерес к политике до того. Да, не случайно, в конце концов, в 2000-м еще году в Симпсонах была шутка про президента Трампа. Я хотела про это спросить, да. Да, но такие вещи случайно не появляются, да. Конечно, видимо, очевидно было понятно, что так или иначе он какой-то фактор может сыграть, а может быть и выдвинется. Ну, вот видите, прошло 16 лет, прежде чем реально выдвинулся, но у него были подходы. Он в 2012-м еще году, когда Обама избирался на второй срок, он пытался запустить такой, ну, сарафан, я бы сказал. Ну, не то чтобы он напрямую это делал, но поговаривают, что структуры так или иначе с ним связаны, и им финансировавшиеся, в том числе, не только им, но и им в том числе, пытались запустить такую историю, что Обама не рожден был на территории Соединенных Штатов. А в соответствии с американской конституцией, да, претендент на президентский пост должен быть гражданином США по рождению. Он же на Гавайях, по-моему. Он родился на Гавайях, все нормально, но пытались доказать, что нет. Не очень это получилось, но вот это был такой первый, может быть, более-менее серьезный подход Трампа политический, да. И вот через три года, в 15-м году, он объявил торжественно в своей башне, что на пресс-конференции, что я выдвигаюсь, и вот все началось. Трамп – начало. Да, Трамп – начало. Экономика – это главный показатель, ну, скажем так, эффективности, да, того лидера, который стоит у руля сегодня или завтра, или всегда. Что произошло с экономикой Америки? Она пошла в упадок, она, наоборот, поднялась, она осталась на том же уровне. Как все происходило при правлении Трампа и как было до? Ну, я бы единственное, что, наверное, все-таки бы отметил, что, наверное, не только экономика, все в совокупности, да, потому что даже, чего там говорить, ну, в нашей стране, да, экономика тоже не всегда находится на высоком уровне, но, тем не менее, определенные политические успехи позволяют достаточно, в общем, хорошие, говорить вещи о некоторых событиях, да, и мы помним там рейтинг, в частности, нашего президента после крымской истории, да, поэтому экономика, экономика это важно, но политика тоже может давать результат, поэтому здесь, безусловно, Трамп при всей экономической успешности того, что он делал, вплоть до этого года, потому что в этом, до этого года экономика росла планомерно, кстати сказать, она росла и при Обаме, когда Обама уходил, во-первых, Обама пришел после достаточно сильного ипотечного кризиса, как мы помним, ну, и который отразился потом на всей экономике, да, но Обаме за два срока удалось, в общем, заканчивал он тем, что 18 месяцев, полтора года был непрерывный экономический рост, и тем не менее, заметьте, избрали Трампа, при всем при этом, да, а не преемницу Обамы по партийной линии, Хилари Клинтон, то же самое у Трампа, в принципе, он реализовывал часть тех вещей, о которых он говорил, да, там, прежде всего, стимулирование промышленности, да, там, налоговые определенные маневры, и, в принципе, три года из четырех, даже три с половиной экономика росла, и росла уверенно, только вот в этом году, вследствие известных вот причин, к сожалению, которые во всем мире подкосили, да, эпидемия, пандемия, ну, в Соединенных Штатах она, к сожалению, еще сильнее заметна, чем во многих других государствах Соединенные Штаты, лидеры, уже больше десяти миллионов, к сожалению, подтвержденных случаев, и, к сожалению, смертность тоже достаточно высока, безусловно, вот это привело и к локдауну, то есть, да, уходу с рабочих мест, да, и к сокращению ряда, банкротству ряда предприятий, это, конечно, сработало, поэтому здесь провалилось очень сильно, в этом смысле. А не менее народные, которые были, тоже, наверное, на экономике это в меньшей степени сказалось, но тоже, безусловно, да, сказалось, поэтому здесь я просто к тому, что действительно, может быть, экономика была хороша, но, видите, ему это, судя по всему, не помогло, опять же, мы не можем говорить пока наверняка, и более того, пока мы с вами говорим, идет пересчет голосов в ряде штатов, и вполне может создаться ситуация, что Трамп вернется, то есть, если он выиграет те, там, 5,6 штатов, которые он оспаривает, счет будет 270 на 268. Ну, он же, я смотрела, я читала, да, там, какие-то дебаты, его высказывания, он был до последнего уверен в своей, он и остается в ней до последнего уверен, насколько я понимаю, то есть, он... Ну, в этом году вообще были такие качели, но они всегда качели, вот, ввиду этой системы, да, что ты можешь, там, в нескольких штатах выигрывать, там, громить с перевесом, там, в 30-40%, но потом человек может выиграть несколько штатов с малым перевесом, да, и он по людям проиграет, грубо говоря, а по выборщикам выиграет. Как сделал Трамп, кстати, он же проиграл, он 3,5 миллиона голосов проиграл Хилари Клинтон в прошлый раз, да, в этот раз уже больше 4 миллионов, вот. Но в этом раз были качели, потому что, действительно, он сначала вырвался вперед, сначала предсказывали победу Байдена уверенную до выборов. Вот, если бы вы спросили любого из специалистов, да, или тех, кто следит, вам сказали, Байден побеждает уверенно, легко, Трампа. Нет никаких сомнений, я тоже был в этом уверен, честно скажу. Потом, когда мы увидели пересчет, счет голосов, да, и когда он в ряде штатов уверенно лидирует, где, в общем-то, не должен был, мы удивились, подумали, что неужели второй раз чудо случилось. А потом просто оказалось, что электорат демократический во многом решил все-таки воспользоваться почтовым голосованием, которое в этот раз было сильно расширено, вот, опять же, в связи с пандемией, да, и вот почему-то электорат Байдена, ну, он, наверное, все-таки постарше электорат Байдена в целом, в среднем. Хотя там очень разные группы голосуют из-за тех, из-за других людей, но в целом как-то так получилось, что вот этот почтовый электорат, и он оказался очень большим, и он оказался, по сути, полностью демократическим, и в результате вот Байден набирает эти, судя по всему, голоса. И вот Трамп из-за этого, вот, знаменитый теперь уже, в прошлый раз у него был главный лозунг «Make America Great Against», сейчас уже шутят, что у него главный лозунг «Stop Count», то есть перестаньте считать эти голоса. Да, 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 и сейчас вот он пытается, то он пытался остановить подсчет голосов почтовых, сейчас он где-то говорит, значит, перестаньте ручной счет вести, да, пересчитывают в ручную в ряде штатов, вот, то есть как бы, ну, вот он пытается, борется, где-то оспаривает в судах, но посмотрим, чем это, в общем, грозит. Вполне возможно, что, может быть, где-то ему действительно удастся отыграть, вот, так что тут. Но Байден, он же очень возрастной, сколько ему лет? Ему вот 20 ноября исполнится уже 78, и он будет самым, если он вступит в должность, да, 20 января, собственно, получается, через два месяца после своего дня рождения, ровно день в день, это интересно, да, он станет самым возрастным вообще президентом в истории Соединенных Штатов, вступившим в должность, да. Это хорошо или плохо? Ну, это дело вкуса, я бы сказал, да, в истории нашей страны, опять же, было время, когда тоже люди были такого возраста, да, у власти, и кто-то говорит, что это было очень хорошо, кто-то говорит, что это было очень плохо. Здесь вопрос, да, время покажет, что называется. Есть свои плюсы и минусы изначально. С одной стороны, это, конечно, колоссальный, гигантский опыт. Вот, опять же, Байден, это человек, если тот же Трамп приходил тоже, знаете, не мальчиком, ему и сейчас, да, но ему и в 16-м году тоже было сильно за 70, как, кстати, Хилари Клинтон, поэтому это тенденция последних лет возрастные кандидаты. Но если Трамп приходил в политику, по сути, ну, практически с ноля, то Байден человек, который десятки лет пробыл в Конгрессе, в главном законодательном органе, поэтому опыта у него море. И, кстати сказать, опыта внешнеполитического, потому что он в Конгрессе занимался международной проблематикой, это вот к вопросу о потенциальных отношениях с Россией, так плавно перекидываем, я думаю, наверное, мостик к этому вопросу. Да, вот, а с другой стороны, конечно, ну, 78 лет велики риски здоровья, ну, скажем прямо, да, мы, безусловно, это мы никаких подтекстов, мы желаем долгих счастливых лет, вне зависимости от... Ну, это так и есть. Да, но проблема в том, что, во-первых, собственно, его обвиняли в, ну, по большей части конкурирующая фирма, что называется, в том, что у него там есть определенные проблемы уже со здоровьем. С сердцем писали. Ну, проблемы с сердцем у него были, собственно, еще там в молодости относительно, да, да, а сейчас его уже обвиняют в том, что, дескать, у него не совсем ясный ум. Вот, ну, это, ну, это скорее все-таки вот конкурирующая фирма, еще раз повторюсь, в принципе, там, все у него нормально, он это доказывал ясности речи и вполне способен работать, но, но, опять же, это сейчас, мы не знаем, как это может быть потенциально, да, и, опять же, другой еще вопрос, понимаете, интенсивность работы. Президент Соединенных Штатов, это, может быть, самая сложная должность на земле, учитывая, какой объем отношений у Соединенных Штатов с разными странами, сколько стран их союзники и чего-то от них просят, сколько стран их недолюбливают и чего-то от них хотят, или чего-то им хотят, так сказать, нехорошего сделать, да, и сколько, извините, да, штатов внутри страны, и, опять же, тебя будет, что называется, мочить все эти четыре года планомерно конкурирующая фирма, вторая партия, тебя, возможно, будут критиковать с большой долей вероятности ряд твоих однопартийцев. Вот, Трамп, в общем-то, выдерживал эти четыре года определенные нападки и критику со стороны своей республиканской партии, там, с партийной дисциплиной, не так все однозначно, как в европейских странах и в нашей, например, да, не говорим уже про восточные страны, да. Вот, поэтому в этом смысле ему непросто будет, и понятно, что еще и это добавляет риски. Опять же, есть даже такое мнение, ну, это мнение такое не совсем экспертное, но оно распространено, что, в принципе, он себе взял в вице-президента Камалу Харрис, это первая женщина в истории вице-президента. До этого кандидаты были, но не избирались, вот, и есть даже такое мнение, что Трамп, что Байден, извините, должен выступить некого такого своего рода паровозом, и что он, может быть, даже там поработает какое-то время, уйдет в отставку, и Харрис станет президентом, да, что вот раз не может женщина избраться, может быть, таким путем, и она, ну, помоложе существенно, скажем так, чем Байден и основная часть, что может быть, вот таким путем обновить. Ну, опять же, это предположение, но он достаточно распространено. Ну, раз уж мы упомянули, отношения с Россией, ну, какие-то прогнозы, или, может быть, уже что-то известно, какой он политики придерживается в отношении России? Ну, смотрите, условно говоря, если завтра, ну, завтра, через несколько дней, все-таки станет очевидно, что Байден победил, действительно победил, и там, даже до голосования выборщиков, да, по традиции в это время объявляется переходный период, так называемый. Вступит в должность новый президент Соединенных Штатов, там, в середине января, да. За это время, это не означает, что до этого времени он, как бы, вне игры, да, естественно, все, раз человек уже выбран, ему нужно передавать дела, а это дело не одного дня и даже не одного месяца. В этом случае он должен сформировать предварительную команду, переходную команду. И он, в принципе, уже ее начал формировать, и, в принципе, определенные кандидатуры известны. Не факт, что эти кандидатуры потом перейдут в полноценное правительство, да, в полноценный кабинет, но, скорее всего, из тех кандидатур, которые мы сейчас видим, и которые сейчас называются аналитиками, в принципе, больших друзей России нет. Скажу откровенно, их, в принципе, сейчас нет ни в каком спектре политическом. Если бы были республиканцы, их бы тоже не было. К сожалению, если очень коротко, отношения наши за последние годы до такой степени упали в своей точке, да, и этому способствовали определенные геополитические вещи, которые не решаются на личностном уровне, да, а это вот большая политика, да, геополитика, что хоть Байден, хоть Трамп, хоть те конкретно люди, которые будут заниматься дипломатией, обороной Соединенных Штатов, да, будут советником национальной безопасности президента, они, даже если в личностном плане, условно говоря, будут завербованы российской разведкой, ну, в кавычках, да, или там, такими, знаете, русофилами, которые просто вот, которым снится Кремль в, значит, снах, да, это все равно ни на что не повлияет, поскольку есть система, есть институты государственные, там жесткая система сдержек и противовесов, и даже если кто-то, один или группа людей начнет проявлять излишнюю мягкость, как это покажется второй группе, ну, просто говоря, они получат по голове, и в результате все уравновесится. К тому же Трампу и его команде много раз за эти четыре года прилетало за якобы слишком мягкую позицию в отношении России, было принято как минимум три крупных закона, которые не позволили бы Трампу при желании даже отменить санкции в отношении России, да, то есть если Обама в свое время, когда вводил санкции, как началось от Крыма, да, и дальше там за Донбасс, потом за Сирию, потом якобы за вмешательство в, значит, выборы, вот как раз, когда мы выбрали Трампа, в кавычках, да, хотя, конечно, это были не мы, понятно, в принципе, это были исполнительные указы президента, он их ввел, он их мог отменить, и, соответственно, Трамп потом также мог отменить, и Трамп в предвыборной кампании первой своей говорил, что зачем нам санкции, мы можем вообще-то их отменить, лучше с Россией разговаривать, чем не разговаривать, люди этого серьезно испугались, законодатели, да, в том числе и республиканские, обращаю внимание, и в результате за вот эти там четыре года Трампа было принято несколько законов, в которых просто прямо было прописано, что без санкции Конгресса все, санкции вводятся законодательно, и, соответственно, чтобы их отменить, должно быть решение Конгресса, естественно, в этих условиях его просто-напросто никто не даст, поэтому санкции останутся в любом случае, Байден, даже если захочет, не сможет их отменить, и его команда. А с долларом что будет? Сейчас я читала какие-то там экспертные мнения, высказывают, что должен пойти на спад, одни говорят, что должен пойти на спад, другие говорят, что должен вырасти, но сейчас какие-то качели происходят. Ну, это знаете, от чего мерить, да, если мерить относительно курса доллара, относительно рубля, да, что для нас, непринципиально все так или иначе останется при своих, да, статус-кво, ну, я не финансовый эксперт, да, но понятно, что на финансовый, на курс, да, значительной степени оказывает влияние, вот опять же, геополитика. Те качели, которые сейчас были и будут, наверное, еще некоторое время, они связаны прежде всего с выборами, да, с неопределенностью, как это обычно бывает. Ну, и в этом году еще добавилась все-таки коронавирусная история, экономика Соединенных Штатов переживает непростые времена, да, из-за этого, и, может быть, все-таки она просела сильнее, чем европейская, поэтому, допустим, там евро укрепляется относительно доллара несколько, да, вот. Но в целом, в долгосрочной перспективе, я думаю, все останется как есть в этом смысле, потому что доллар – это ведущая мировая валюта, все остальные валюты по действующим правилам регулируются относительно доллара, да, а доллар только относительно, там, золота, как универсального мерила, поэтому, ну, так или иначе, все останется при своих сильных подвижах, здесь быть не должно. Ну, и последний вопрос, наверное, он многих жителей России сегодня волнует, понятно, какими будут отношения, да, понятно, отношения, может быть, Байдена к России, пока предварительно, как дальше развернется, никто не знает. Что нужно знать нам, как жителям России, и, возможно, к чему готовиться относительно Байдена? Относительно потенциального Байдена, как президента. Да, потенциального Байдена. Ну, что нам нужно знать? Ну, наверное, нам нужно знать, что он демократ, нужно знать, что демократический электорат, такой ядерный, да, это все-таки в значительной степени интеллигенция, врачи, учителя, юристы, финансисты, да, это, может быть, не самые богатые люди Соединенных Штатов, но это вот то, что называется средний класс, причем такой уверенный средний класс, да, и это различные меньшинства. Этнические, профессиональные объединения, да, различные, ну, и прочие меньшинства, да, самые разные, поэтому, с одной стороны, вроде как, интеллигенция требует взвешенной политики, да, обстоятельной, интеллигентной, адекватной, да, не такой, не эмоционально подчеркнутой, как это у республиканцев, которые, в общем, опираются на, скорее, традиционалистский подход, американский, такой, знаете, политика большой дубинки, есть такой термин, да, то есть наказывать, потому что, и которые такие гораздо более набожные, да, христиане-фундаменталисты, как правило. Вот, тут все-таки скорее интеллигенция, но, с другой стороны, меньшинства различного рода, которые, ну, там, этнические меньшинства, да, это, во-первых, наша диаспора, которая все-таки зачастую, к сожалению, не всегда, может быть, благоприятно относится к родине матери, да, а, с другой стороны, ряд восточноевропейских, которые тоже, к сожалению, в силу ряда, там, исторических причин не очень хорошо относятся к России, а в Соединенных Штатах лоббизм узаконен при определенных процедурах, поэтому очевидно, что здесь будет между молотом и наковальней, и просто не будет ни в каком разе, вот. А так, ну что, ну, Байден несколько раз посещал, опять же, повторюсь, Россию, и даже Советский Союз здоровался за руку с Косыгиным, с Брежневым, правда, не удалось, с Косыгиным удалось, и с Громыко, многолетним министром иностранных дел, вот, в принципе, в целом он относится к России, наверное, нормально, я бы сказал так, не крайне отрицательно, как человек, хотя, еще раз, мы уже говорили, что к чему это может привести, не факт. Ну, и, наверное, что еще имеет смысл здесь добавить, что было бы интересно, да, наш камень преткновения во многом в отношениях с Соединенными Штатами за все вот эти годы, постсоветские, это разоруженческий вопрос, да, мы две главные ядерные державы. И претензия нашего руководства к американскому, что американцы последовательно вышибают такие опоры, да, в качестве ведущих договоров. Договор по ПРО, договор по ракетам, запрещению ракет средней и малой дальности, да, там, ряд других более мелких соглашений, сейчас вот СНВ-3 пытаются продлить, и вот предыдущие все администрации последовательно это все обнуляли. Байден в свое время был человеком, который это критиковал. Поэтому есть робкая надежда, что, может быть, как минимум продлят СНВ-3, а это все-таки вопрос ядерной стабильности, это важно. Да, особенно в нынешних условиях, когда вся мировая политика, скажем так, пришла в движение сильное, может быть, сильнейшее за последние, там, годы после Второй мировой войны. Поэтому, может быть, в какой-то степени Байден нам гарантирует вот эту стабильность. Но в любом случае просто не будет. Ну, будем все равно готовиться к лучшим. Будем посмотреть. Да, будем смотреть. Илья, спасибо вам за ваше экспертное мнение. Спасибо вам за приглашение. Я всегда говорю, что, чтобы говорить о политике, должен быть эксперт. Потому что мы в этом мало что понимаем. И всегда приглашаем людей, которые нам помогут разобраться. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». Сегодня мы говорили о мировой политике, выборах в США. И наш гость – политолог, американист Илья Синенко. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова